Телеканал КРТ представляет И вот первый вопрос, я думаю, что он многих интересует, а вот все-таки как коронавирус, вот этот COVID-19, его название, влияет на экономику? Потому что мы сейчас объективно понимаем и видим, что на китайскую экономику он серьезно повлиял. Сейчас вот в Украине уже ввели запреты на уличные собрания, на кинотеатры и так далее. Закрываются там школы, учебные заведения. То есть мы видим, как фактически может вирус парализовать экономику. А вот каким образом он действительно может повлиять на экономику конкретной страны и на экономику в мире в целом? Вот как вы считаете? Последствия воздействия распространения коронавируса, который получил название COVID-19, или точнее карантинных мер, и которые приводят к обрыву тех бизнес-цепочек, поставок и по сути производства, уже привели не столь давно к обвалу фондовых рынков, когда была утрачена колоссальная капитализация и акции значительно потеряли. Это привело и к нарушениям и падениям цен на нефть, собственно, которые начались, о которых я пишу в своей книге «Милитаризация и диджитализация мира и космоса», которая вышла в январе этого года. Речь идет о том, что взаимосвязанность глобальной экономики, которая в настоящее время не утращена, привела к тому, что кроме падений, ощутимых на фондовых рынках, произошло падение цен на нефть. Все это связано с теми процессами, которые зародились ранее. Торговые, по сути, энергетические, валютные и в области сферы высоких технологий войны, развязанные Соединенными Штатами Америки против КНР, уже тогда привели к сложным процессам и к ослаблению мировой экономики, что, собственно, прогнозировалось как и Международным валютным фондом, который тогда еще возглавлял Лагард, и другими финансовыми институтами. Мы говорим сегодня о том, что вот эти процессы в связи с распространением коронавируса и, главное, карантинными мерами, по сути, речь не о вирусе, о тех мерах, которые вынуждены принимать те или иные страны экономики, на глобальном уровне, согласно данным Ко-Оксфордского исследовательского центра, приведут или могут привести к сокращению мирового ВВП на 1,1 триллиона долларов. Это данные Оксфордского центра. Если говорить о конкретных странах, наверное, уместно привести ФРГ. Почему? Потому что ФРГ наиболее зависит от поставок энергоресурсов и, прежде всего, в настоящее время российских энергоресурсов. В связи с падением цен на нефть, которое привело как распространение коронавируса и последствий карантинных мер, так и, по сути, провал сделки ОПЕК+, который состоялся 6 марта этого года, привели к резкому падению цен на нефть. И, соответственно, в таких странах, как, прежде всего, если мы говорим о Европе, Федеративная Республика Германии, Италия и ряд других стран, не просто речь идет о сокращении темпов экономики, речь идет о таких странах, как ФРГ и Италия, о рецессии, которая вызвана целым комплексом мер, в том числе тех, о которых мы сказали. Как объективные, которые предшествовали распространению коронавируса, так и теми, которые были вызваны. Если говорить то, что происходит в настоящее время, а я регулярно отражаю те тенденции и процессы, которые являются наиболее значимыми для рынков фондовых, для особенно энергоресурсов нефти и газа, то наиболее значимым является также провал сделки ОПЕК+, который привел к тому, что буквально же на следующий день, кроме падения фондовых рынков, осуществимого, на треть упали цены на нефть. В частности, на вчерашний день, несмотря на определенный подъем цен на нефть, они составили на разные марки от 33,3 до 36 долларов за баррель в сутки. А вот у меня еще такой вопрос, очень многие ожидают мирового кризиса, тем более, если сравнивать 2008 год, и тогда упали тоже индексы очень серьезные. И вот сейчас многие аналитики говорят, что коронавирус, он немножко маскирует как раз вот этот экономический кризис, который фактически уже вот-вот должен начаться и уже начался. Потому что вот если брать заявление правительства Эстонии, например, они говорят, что у нас уже начался именно экономический кризис, и по сравнению с 2008 годом он рядом, получается, не стоял, потому что они не могут прогнозировать даже на две недели свои экономические действия. То есть не считаете ли вы, что коронавирус – это просто некая такая маскировка глобального сильного экономического кризиса, который вот-вот начнется уже в самых центральных, с точки зрения экономики, странах? Знаете, какие-то есть триггеры или элементы, которые могут использовать те страны, которые, собственно, обладают биооружием, это, напомню, Китайская Народная Республика, Соединенные Штаты Америки и Израиль, если говорить о том. А Россия разве не обладает? В масштабах того, чем обладал Советский Союз и того, что, включая Соединенные Штаты, вывезли после развала Советского Союза с территории Советского Союза, в настоящее время мне трудно судить, но объективно в тройку обладателей именно наиболее мощных таких резервов и разработок входят Соединенные Штаты Америки, Китай и Израиль. Таким образом, чтобы не отходить в сторону как бы от основной темы или вопроса, речь не идет о прикрытии. Как я недавно говорил в интервью одному из телеканалов, давайте посмотрим на развитие этого распространения этого коронавируса и кому он окажется наиболее выгоден. То есть какие объекты будут поражены, какие цепочки наиболее будут нарушены, экономики каких стран, вот я уже назвал те страны, которые, очевидно, будут в рецессии. Вот, и этот список можно продолжить. Те особенно, которые зависят от поставок энергоресурсов, те, которые связаны непосредственно с производством энергоресурсов, но это, так понимаю, может быть и отдельным вопросом. Поэтому, говоря о прикрытии, я бы говорил о том, что идет очень сложная комплексная игра на переломном этапе перехода к новому технологическому укладу, когда мы переходим к тому укладу, к экономике на диджитальной основе, и он, как правило, сопровождается разными катаклизмами, войнами, включая энергетические, торговые, тарифные, как их принято сейчас называть, и другие. Поэтому, конечно, вы совершенно правы в том аспекте, что действительно сама подготовка или спад затухания, как принято говорить, мировой экономики, были заложены в тех процессах и, собственно, циклах, которые характерны на определенных этапах, и как бы об этом говорили многие аналитики, она уже назрела, и в том числе из-за торговых, валютных в области высоких технологий, развязанных США войн с Китайской народной республикой. А вот если, например, мы проанализируем, как отреагировал, например, Китай на коронавирус, потому что там очень жесткие меры приняли, и там, вот я смотрел и читал статьи аналитические по этому поводу, и там они как раз говорят, что как раз онлайн-сервисы, то есть технологически у них рывок получился тех компаний, которые предоставляли именно вот услуги в цифровом формате, и таким образом, получается, очень сильно стимулировал этот коронавирус именно вот эту диджитализацию, этот технологический рывок в плане того, чтобы людям не надо было куда-то ехать на работу, просто чтобы они дома сидели и занимались условно своими какими-нибудь обязанностями. Не считаете ли вы, что есть такой вот план по толчку для мира, чтобы вот именно вот эти вот сервисы, чтобы люди как можно больше сидели дома работали, чтобы людям не нужно было выходить в принципе на улицу, чтобы им в принципе хватало всех условно инструментов для зарабатывания денег, для там самореализации, чтобы они дома все это получали. Потому что очень так хорошо складывается это в какую-то вот одну цепочку, и вот как вы это прокомментируете? Вы совершенно верно это подметили. Я два года пишу, и в частности в книге, которая вышла в этом году, «Диджитализация и милитаризация мира и космоса», что одна из задач структур глубинного государства США, точнее того, что порой принято называть структурами на национального согласования и управления, именно и есть перевести всяческими усилиями финансовую систему и экономику, по сути, на диджитальную основу. Поэтому в одной из своих последних работ я именно подчеркиваю, что насколько интересно, когда ломаются, казалось бы, недавно, благодаря политике, которую по разному называли господина президента Дональда Трампа по глобализации, на том примитивном уровне глобализация государства и так далее, без учета диджитализации, она действительно привела к определенной ломке тех старых моделей, но выигрывают в настоящее время, в том числе, несмотря на введение Дональда Трампа, тарифов, вот развязал он и разного рода войны, с КНР, например, но надо же рынок делить и все, что как бы, тем более развитие высоких технологий в Китае, особенно 5G, одна из трех основ новой диджитальной экономики, она именно наиболее развита и продвинута в Китае. Вот, тот же человек Элон Маск проводит уникальные дороги, диджитализацию, все, что связано с его проектом, с Китаем, невзирая на эти ограничения, конкретные проекты. Безос проводит и вкладывает миллиарды долларов в цифровизацию Индии и так далее. То есть эти процессы идут и, по сути, после того, как президент Дональд Трамп, после объявления господина Марком Цукербергом, основателем и генеральным директором компании Facebook, имел дважды разговоры и речь шла о тех опасностях, которые может нести такой уникальный платежный инструмент, как Libra Facebook. Да, мы говорим о том, что мир... Телеграмма, Телеграмма. Да, Телеграмма и так далее. Мы этот список продолжим сегодня, тот же Амазон и так далее. Мир переходит, по сути, в новую фазу, когда параллельно со старыми инструментами или старыми банками, платежами, мы увидим, насколько активно развивается диджитализация или платежные системы. На самом примитивном уровне это карточки, которые мы сейчас используем практически везде и рассчитываем через особые интернет-ресурсы, карточки, работают интернет-магазины и другое. А с другой стороны, те импульсы, которые придало, как мы говорим, вот эта ситуация, которая привела к карантину и, по сути, нарушение традиционно, шелковый путь обрубленный, очень серьезное будет сокращение. Потому что ранее конца года, в лучшем случае, те связи логистические, цепочки, которые были торговые, отлажены в традиционном смысле, не будут работать. И тут, после того, когда переговоров Трампа с Марком Цукербергом, все госорганы, регуляторы бросились и не допустили запуска этого уникального платежного инструмента, мы знаем много криптовалют, а Финтех разработал, Марк Цукерберг. Это, по сути, новые телекоммуникационные системы, которые позволяют осуществлять платежи и переводы, особенно в данном случае. Простым людям быстро, очень и дешево, скажем, осуществлять переводы. И этот инструмент, который подкреплен токенами, такими как золото, традиционные валюты, доллар, прежде всего, и другие, могли быть допущены и работать. Но Трамп и регуляторы сделали все, чтобы эти инструменты не работали. Таким образом, коронавирус в настоящее время естественным путем дает путь, прокладывает дорогу вот этим развитию диджитализации, киберпространства, вот того, о чем мы говорим. То есть, когда мы воспринимаем диджитализацию не просто как внедрение новых технологий в бизнес, их построение, не только, предположим, как автоматизацию на самом примитивном уровне, а диджитализация более высокого уровня, которая начинается с того, что я говорю, когда сложившиеся условия в мире в настоящее время, при кризисе старой валютной финансовой системы, кризисе ФРС и доллара США, по сути, сегодня приводят к созданию условий, когда согласование уже, по сути, управления, которое раньше принадлежало государству, переходит в так называемый out-sourcing, таким, может быть, компаниям, таким ресурсом, как ФРС-2 на диджитальной основе. Таким образом, как верно вы сказали, простите за мой длительный ответ, он просто очень интересный, это то, на чем я годами работаю. И действительно, именно коронавирус явился одним из тех стимулов, который, несмотря на сопротивление госрегуляторов, старой Федеральной резервной системы, старых банкстеров, как мы их порой называем в своей среде, перевел к тому, что именно большая роль, большее преимущество сегодня в борьбе, а, по сути, уже взаимодействие старой банковской системы банков и новых финтек, где примерно работают уже 70% в отличие от старых новых диджитальных инструментов, об этом более подробно, опять же, написано в этой брошюре, приводит к их взаимодействию, к постепенному переходу к тому, что в дальнейшем платежи будут осуществляться при помощи особых вот таких цифровых инструментов, то, к чему, по сути, ведет диджитализация, развитие которой способствует коронавирус. У меня еще такой вопрос. Все мы понимаем, что если брать масштабы обворовывания населения, или масштабы коррупции, или можно по-разному назвать, что такое доллар. Мы понимаем, что Федеральная резервная система, она же печатает ничем не обеспеченную бумагу, и фактически напечатала уже в таких количествах, что очень многие страны уже откровенно недовольны таким положением дел, и открыто выступают против того, чтобы некая структура в лице государства, она злоупотребляла вот этим правом печатать ничем не обеспеченную бумагу и менять ее на товары и услуги, в том числе скупая там недвижимость, землю и прочие-прочие ресурсы. И вот этот переход на диджитализацию, говорит ли это о том, что вот эта система, она фактически хочет похоронить доллар и отказаться от всех обязательств, и перейти уже на другой формат обворовывания всего мира в лице какой-то другой валюты, которые будут точно так же, как и доллар, огнем и мечом, и пряником, и кнутом навязывать всему миру. В настоящее время существует несколько вариантов. Когда мы переживаем период хаотизации, так называемой турбулентности, я не люблю это слово, ибо это просто переходный период от одного технологического отлада, от одной финансовой системы и экономики к другой на новом уровне, того, что я называю новейшим мировым порядком, ибо коренным образом меняется финансовая система или расчеты и экономика в мире. Лорд Ротшильд, по сути, сегодня и такие страны, ведущие, как Китай, Российская Федерация, закупили большое количество, и, что характерно, выкупают достаточно большое количество золота, которое хранилось в США. Поэтому Лорд Ротшильд проводит традиционную линию, кстати, в сентябре прошлого года было закрыто собрание ведущих банкиров мира в Лондоне, где, опять же, большое внимание уделялось фиксингу. Помним? Мы помним период, когда доллар был привязан к золоту. А виситиво фиксинг, это для телезрителей, чтобы было понятно. Таким образом, речь устанавливалась, доллар на протяжении ряда времени, как сейчас уважаемый ведущий сказал, практически, ну, он связан с спросом-предложением или, скорее, как и нефть, теми владельцами, которые в значительной степени могут регулировать это из своих центров, и то при данной хаотизации уже в слабой мере. В свое время доллар был прикреплен, и как бы его цена определялась привязкой непосредственно и фиксингом, который устанавливался, как правило, в Лондоне и группой Ротшильда. Вот, затем был привязан к нефти, и когда договорились в дальнейшем, когда Соединенные Штаты не обладали достаточным количеством своих ресурсов, имеется в виду энергоресурсы, нефть и газ, то прежде всего с аудитами и затем с целой группой государств Большого Ближнего Востока были договоренности, которые привели к тому, что приобреталась нефть исключительно за доллары, и более того, прибыли, вкладывались трежеры Соединенных Штатов Америки, что принципиально важно. В дальнейшем это было устранено, и сама система себя, как я пишу в ряде своих последних книг, она себя исчерпала. Поэтому из тех трех вариантах, о которых мы говорим, на переходном этапе сейчас пытаются вести, во-первых, использование поливалютного мира, и в том числе и бартеры, и взаиморасчеты своеобразные, которые вполне приемлемы на данных условиях были. До распространения коронавируса. Условия и интересные или реальные вещи связаны с урезанным уже золотым стандартом, который существовал раньше. И формирование, как вы верно сказали, так называемое, я бы взял в настоящее время в кавычки, это, ибо у нас будет на переходном этапе как минимум несколько валютных зон или инструментов, как банки ведут старую систему, рассчитанную, и взаимодействуют с теми финтах, то, что называется, и все более активно это производится. То есть речь идет о формировании новой валюты. Знаете, я бы в кавычках взял, когда мы говорим по сути уже о тех валютах, к которым традиционно мы привыкли, рассчитываясь какими-то, скажем, рублями или еще, или что-то. Это будет уникальная система, почему я позволил себе и уделяю значительно внимание в двух своих последних книгах тем финансовым инструментом, который вводит Амазон, те, которые вводит прежде всего Марк Цукерберг, то, что вызвал Сербор и такое противодействие регуляторов. В результате сделали все, чтобы она не распространилась, не была выведена. Речь идет о том, какие основные претензии были, спекуляции и так далее, и тому подобное, что понятно. В общем-то, тогда можно было бы это адресовать и к прежним системам, о спекуляции, или когда мы говорим, уважаемый Дмитрий, о том, кому кто что должен, то, если подняться на высокий уровень, и те, кто как бы решал до сих пор вопросы в пределах согласования управления на самом высоком уровне, то мы знаем, что страны, и одна из причин, кстати, посадки, вот я спрогнозировал посадку, у меня и здесь написано, книга была написана в декабре, вышла в сентябре, по сути, в начале февраля я забрал тираж, посадка экономики и политики КНР, с чем она была связана? С колоссальными, значительными корпоративными долгами компании, то есть все настолько друг к другу уже должны, что, как вы верно сказали, ФРС, в том существовании Федеральная резервная система один из основных мировых регуляторов, она себя, по сути, исчерпала, почему идет поиск того, что мы называем поиска нового, как вы сказали, мировой валюты, очень своеобразной. Хотелось бы уточнить вот по этому вопросу, а доллар объявит дефолт или банкротство быстро и сразу, или это будет постепенно и медленно? Это вопрос, вопрос, который я обсуждал с коллегами и так далее, и многое будет зависеть, как ни парадоксально, от обстоятельств. Мировые элиты разрознены, даже то, что приписывается, по-моему, все карты давно раскрыты, так называемым, масонству или бильдебердского клуба, когда уже два года собирается структура совершенно, которая работает постбильдебердский клуб, те люди, которые обсуждают, решают, обсуждают и направляют многие процессы, которые могут оказать влияние на развитие финансово, экономическое и так далее, систем мира, по крайней мере, в определенных регионах или принципиально. Вот, поэтому речь идет о том, как бы, как пойдет, вот, идеально, учитывая то, насколько мы завязаны и то, насколько после развала Советского Союза рубль, гривни украинскую и так далее, привязали к доллару и то, насколько мир зависит от доллара, это было бы колоссальное обрушение, обрушение, которое, пожалуй, не нужно абсолютно никому сегодня. Я склоняюсь к мысли о том, что, как и сейчас, притираются старые банки и финтехи. Например, опять, согласно данным уникального Маккенсе центра лондонского, который следует финансовый рынок, нам известно, сколько колоссальную роль Лондон играл, по крайней мере, до Brexit в финансовой системе мировой и будет играть еще свою роль. То половина банков как бы не переживет мировой кризис. Только те... Ну что, но и к лучшему. Речь идет не к лучшему, к худшему. Мы знаем, вот те... Я когда называю, я думаю, у нас будут другие интересные вопросы, чтобы мы не зациклились на этом. Когда мы говорим о войнах, это скорее так называемые гибридные или прокси-войны, которые сегодня наблюдаются, прежде всего, например, возьмем регион Большого Ближнего Востока или из-за чего Сербур разгорелся в Сирии, Ираке, потенциально Иране и Ливии. Вот. Это одни из интереснейших энергетических вопросов в борьбе за энергоресурсы. Вот. То как бы здесь мы абсолютно четко заземляемся и получаем и получаем ответы на многие вопросы. Вот, кстати, по этому поводу сразу вопрос. Вот. Мы недавно наблюдали конфликт между Россией и Саудовской Аравией. То есть, не договорились. Россия в конечном итоге заявила, что сокращение добычи нефти это не в интересах членов условного картеля ОПЕК, а в интересах Соединенных Штатов, чтобы стимулировать их добычу их полезных ископаемых. И таким образом получается, мы наблюдали конфликт и в связи с этим понижение цен на нефть, хотя уже потихоньку начинает цена отыгрывать назад, но тем не менее. Вот. Как вы думаете, что вот является причиной этого конфликта и действительно ли позиция Саудовской Аравии имеет место быть или все-таки больше аргументирована политика Российской Федерации? Я бы поставил вопрос в шерее глубже в этом контексте и в целом. Речь идет о борьбе за рынки нефти и газа и энергоресурсов, что мы видим на примере Северного потока-2, турецкого потока, который сдан в урезанном виде, а Северный поток-2 приостановлен, в то время, когда с юга двигаются, кроме поставок, которые изначально ранее были, происходят, предположим, Катара, 2-3 января нынешнего года, 20-го был подписан проект МедИст, американо-израильский, с участием Кипра, Греции и так далее, который, по сути, является конкурентом, или может стать одним из конкурентов в этих аспектах, то есть, поставок газа на рынки Юга Европы и, по сути, Европы. О чем идет речь? Когда мы говорим о том, что произошло недоговоренности 6-го числа, там, в общем-то, не было неожиданностей, Роснефть абсолютно объективно говорила о том, что, по сути, вот те факторы, сдерживающие подобычу, которые сохраняли свою долю члены картеля нефтяного ОПЕК+, они удовлетворяли многих, и тем более, цена нефти была, ну, условно, в среднем 60 долларов за баррель. Вот, тем не менее, основное пространство, которое заполнялось за счет тех долей, которые были, оно заполнялось СПГ или нефтью Соединенных Штатов Америки. Конечно, с этим трудно было смириться и так далее, и поэтому речь идет о сланцевой нефти, да, и поэтому тут очень сложная, опять же, интереснейшая игра с одной стороны за рынки, которые выходят, если мы берем газ и нефть с юга, и там колоссальное стечение интересов, тем более, для меня непонятный нерентабельный проект газовый Модест израильский, ибо он нерентабельный с точки зрения того, как глубоко залегает эта нефть и так далее, и который привел, по сути, конфликт и объединение интересов Турции с Ливией распределения особых зон экономических в районе Средиземного моря. Людям, не посвященным, вот пока это трудно, то, что я сейчас предлагаю так, это, пожалуй, отдельный вопрос, который можно было бы более подробно и тщательно объяснить, но тем не менее, это существенная борьба в этой рынке, а то, что мы видим конкретно, если взять вопрос, который вы задали, то есть я пытаюсь глубже копнуть, что оно не просто вот кто-то захотел или там саудиты с кем-то борются, не случайно возник ОПЕК-плюс, которым был очень недоволен президент Дональд Трамп, а в чем суть дела? Понятно, что саудиты, которые привыкли быть основными партнерами, которые помогли сформировать нефтедоллар США в свое время, когда у США не было бума, который реально произошел с ланцевой нефтью и газа, да? Вот. Выступили также заинтересованы в том, чтобы как бы ударить по сланцу, скажем, по его поставкам на мировые рынки и так далее, и навязать свои условия, то есть опять же продавать больше Соединенным Штатам Америки и на мировые глобальные рынки. Один аспект. Россия опять же заинтересована в том, чтобы поставлять высококачественный, дешевый, собственно, привычный, скажем, для Европы и не только природный российский газ на те рынки, которые сейчас вытесняются с севера Норвегии, с юга Катаром и израильским проектом, который будет в дальнейшем реализовываться, а те поставки, которые сейчас по сути поставляются и в том числе в терминалы как на севере, так и на юге и в Испании и поставляется сланец нефти, газ Соединенных Штатов Америки, также нанести по ним удары, об этом, в общем-то, правильно говорит господин Сечин, руководитель Роснефти. То есть, ну, тут целый клубок завязался этих процессов, поэтому все это сложно привело, но к кризису, к обвалу цен на нефть на треть, то, что вначале произошло, долго оно не отыграется. Я смотрел и написал материал свой аналитический по вчерашнему дню, колебания разных видов сортов нефти от 33 до 36 долларов США в сутки. Вот, это совершенно не те показания, которые есть. И в свете замедления, опять же, возвращаемся к вашему хорошему главному вопросу по коронавирусу, который был изначально. Вот, в свете затухания мировой экономии, которая будет простимулирована в том числе коронавирусом, уже, речь идет только о степени его воздействия. Здесь я буду очень осторожен и, как бы, я предпочитаю отслеживать. Но, тем не менее, ВВП Соединенных Штатов, глобальный ВВП потеряет, по данным Оксфордового центра, порядка 1,1 триллиона долларов США. Таким образом, в настоящее время важно отследить, что происходит, и, пожалуй, никто в этом, знаете, в этой шулерской какой-то игре, такого, своеобразного типа, никто не ожидал таких последствий, того, что так обвалятся фонды и цены на нефть. Это был колоссальный удар, когда, по сути, никто не был готов к такой смене, которая произошла в настоящее время, опять же, в основе того, что лежит замедление затухания мировой экономики, вызванное, в том числе, и карантином, в связи с распространением коронавируса. А вот следующий такой вопрос, я думаю, что он все равно взаимосвязан и с добычей энергоносителей, и с геополитикой. Все же мы понимаем, что вот Израиль, Палестина, вот там с дня существования Израиля там конфликт находится, и вот конфликт, я так понимаю, больше всего арабского мира и израильского государства. И сейчас Дональд Трамп в своей эпатажной манере предложил так называемую сделку века, при этом рассказав просто, что часть, я так понимаю, арабских элит они хотят купить, часть просто силовыми какими-то инструментами заглушить и опять же предложил подобную сделку века. Вот с моей точки зрения, конечно, вряд ли там эта сделка века имеет хоть какие-то перспективы уладить вот этот конфликт между Палестиной и Израилем. А вот с вашей точки зрения, насколько он имеет место быть и имеет ли тот регион шанс на мир? мы всегда как люди, которые стремятся к мирам, именно думаем о том, каким методами уладить этот мир. На ваш вопрос я ответил бы теми реакциями, которые произошли именно в Организации Объединенных Наций, Евросипедском Совете и так далее, лидеры и представители которых призвали Соединенные Штаты Америки, в частности господина президента Дональда Трампа, осуществлять или выполнять те договоренности, которые были достигнуты во время провозглашения двух государств в том регионе, палестинского и израильского. Мне, кстати, повезло быть знакомым и интервьюировать самому господина Тарасенко. Василий Тарасенко это был наш представитель Украинской ССР, который вместе с Гермой голосовал тогда по этому проекту. У меня в зеркале неделя статья на этот счет. Но, чтобы не распыляться и ответить конкретно на этот вопрос, я присоединяюсь с точки зрения того, и очень верный ваш посыл, что мы выступаем за мир в соответствии с международными договоренностями и разрешения тех или иных процессов. И это вызвало большую настороженность у целого ряда международных и не только арабских, а европейских и других стран в частности выполнять те договоренности 60-х годов, то есть не только решения 48-го года, а достигнутые 60-е годы. Почему? Согласно плану господина Трампа Кушнера, будем его правильно называть, речь идет о том, что голландские высоты почему-то относятся к территории сугубо государства Израиля. Есть еще целые вопросы по Иерусалиму и так далее. То есть явно этот план требует доработки и в таком мире, и в такой ситуации, которая сложилась на Ближнем Востоке, это оказание влияния на весь мир, те вопросы, которые подняты и так далее, он требует доработки или серьезного пересмотра именно в борьбе для мира, как для Израиля, так и для Плесины. Таким образом, ни в коем случае вот тот перекос, который отмечаю я и ряд других наблюдателей, когда план господина Кушнера Трампа по сути предусматривает те меры и положения, которые отставят в большей степени интересы государства Израиль, нежели палестинцев, что и привело собственно к тем выступлениям, вот, как заявлениям лидеров европейских государств, Европейского Союза и так далее, о том, чтобы возвращаться именно к международным договоренностям, которые необходимо выполнять. И в заключение я хочу сказать, поскольку у нас видимо лимит времени, что важной составляющей плана Трампа Кушнера как раз и составляет тот газопровод, который считает почему-то, что это дальняя перспектива. Это не дальняя перспектива, но в борьбе за поставки нефти и газа на юг Европы, по сути, в Европу с Ближнего Востока, именно этот газопровод играет свою роль и не случайно, как господин Помпея, нынешний госсекретарь Соединенных Штатов Америки, так и бывший советник, уволенный Болтон, и другие колесили целый год по созданию, по сути, формированию арабского НАТО. То есть там они учитывают противостояние, как всегда, суннитов и шиитов, да, их отношение, соответственно, к тем или иным проблемам, которые затрагивают интересы с одной стороны США, с другой стороны России. Так вот, этот газопровод является главной, основной частью, составляющей, в которую вкладываются колоссальные деньги компании Соединенных Штатов Америки, МЭДИСТ. Он является конкурентом турецкого потока, российского, одним из конкурентов, и других, которые поставляют свои энергоресурсы. И, главное, что протокол, документ соглашения по этому протоколу были подписаны 3 февраля. Газ, как я пишу, к сожалению, очень нерентабельная его цена, добыча очень глубинная, риски безопасности очень высокие. И пока Греция, как бы, и Кипр соглашаются и подписали это соглашение, но, что характерно, что 3 января 2020 года Италия, которая является одним из главных подписантов поставок газа на юг Европы, не поставила свою подпись под этим документом и по сей день. Кстати, страна в Европейском Союзе, которая в наибольшей степени пострадала от коронавируса, Италия. Таким образом, вот этот комплекс, целый клубок и все, который направлен в мир, должен, несомненно, с учетом сказанной, как в области энергетики, так и чисто политики, территорий, да, и поселений, должен выполнять те нормы, которые государства проголосовали в 1948 году, вспомнить 60-е годы и придерживаться именно тех равноправных документов, которые были подписаны и согласованы на международном уровне. Я понял. А вот еще такой вопрос, опять же, по тому региону, потому что мы наблюдаем постоянное состояние каких-то гибридных войн. Вот если мы возьмем Сирию, Йемен, Ливию, в Египте, на Сирийском полуострове, там поднимает голову ИГИЛ и очень много других стран этого же региона, вот постоянно там идет какой-то перманентный конфликт. В чем является основная причина? Почему именно там происходят подобного рода войны? Ну, видимо, то, что послужило, насколько я помню, мои беседы с господином Тарасенко, диппредставителем УССР, который голосовал за образование государства Израиль в 1948 году на генеральной сессии ООН, речь и тогда шла, я пишу об этом в своей статье, многолетней давности, насколько интересы сианистов политических Израиля совпали с интересами глобальных энергетических игроков. Я, моя матрица, или то, о чем я годами пишу, пожалуй, с 2010 года очень четко, это можно проследить на разных ресурсах, веду свои расчеты именно с учетом тех очагов, например, почему загорелась Сирия, Ирак, сейчас Ливия и так далее, это колоссальная нефтедобыча, ведь именно через Сирию и Ирак должны были пролегать те трубопроводы, которые должны были поставлять выгодные, в том числе и Российской Федерации энергоресурсы на юг Европы. И вот, понимаете, только получились такие договоренности выгодные России, загорелся Сербор, загорелась Сирия, которая, на мой взгляд, ситуация там не будет улажена. А в чем надо выгодной России, если будет трубопровод арабского мира и Европы? которые были заключены с этими странами, речь идет о договоренности с конкретными компаниями российскими. Они вполне устраивали, вписывались как главное в интересы компании тех сторон, так и их партнеров в Европе и в России. То есть, речь идет о конкретном договоренности. То есть, договорились без Соединенных Штатов. Да, совершенно верно. Наверное, если коротко сказать, договорились без США. И вот, как ответ на Сирию и те процессы, которые происходили, я рассматриваю ту беду, которая произошла в то время в Украине. И это будет отдельный вопрос, и, как говорится, отдельной темой. Таким образом, вот то, что сегодня происходит в Ливии, когда перекрыты пять портов по поставке нефти, генерал, или, как он себя называет, маршал Хафтар, перекрыл порты. Те ситуации, которые сегодня происходят в Сирии, когда Трамп вынужден был оставить часть своего контингента, для чего? И курдских формирований. Курды при поддержке США, используют же местное население. ЧВК, местное население, это вообще составляющая прокси-воин, вот эти гибридных войн. Для охраны нефти рождений. То есть, борьба идет, как я всегда говорю, за источники и пути поставок основные нефти и газа. Там, где они есть, там находятся войска Пентагона, там находятся войска НАТО. И, чтобы не быть голословным, я еще раз отсылаю, об этом я подробно пишу в своих книгах последних, об этом я пишу подробно и более пожагово с цифрами, чтобы не быть голословным, на своем сайте, вот, о том, именно, что, когда происходит и какие катаклизмы и целый глубок, глубок не только газопроводов, а вот этой борьбы за поставки энергоресурсов, по сути, за энергоресурсы и их поставок, за выгоду происходит в настоящее время. Ну, то есть, фактически, страна, без которой договорились на энергопоставки, чтобы удовлетворить спрос в Европе и развязала все эти вот гибридные войны, которые находятся там, Мы это видим, начиная еще, мы можем вспомнить Ливию, посмотрим ситуацию, что будет в Ливане, сейчас, видите, Штаты вооружают, больше перебрасывают кандидат в Иран, в Ирак, по сути, речь идет о подготовке возможной проксии, не только войны с Ираном. Поэтому... Студех это уже попросили со стороны правительства. Попросили еще ранее, вот, но факт остается фактом, что два дня тому назад, тем не менее, как бы, несмотря на то, что попросили раньше, до моей памяти, месяца два тому назад, как бы, не все так просто с Гегемоном или Соединенными Штатами Америки. Поэтому там, где речь касается конкретно нефтедоллара, энергоресурсов, своих интересов и базовых интересов и своих партнеров в том регионе, это саудиты и так далее. Видите, одна из интересных составляющих связана, вообще, вот, как происходили договоренности России с саудитами, которые, по сути, вот так поступили 6 марта, когда, по сути, была провалена сделка по ОПЕК-плюс, и речь идет, по сути, о развале уже ОПЕК, который, как бы, хотят развалить, потому что, естественно, можно понять и саудитов, что в этой сложнейшей ситуации саудиты борются за возврат на те рынки и расчеты с Соединенными Штатами Америки, которые производились до бума сланцевой нефти, сланцевого газа в Соединенных Штатах Америки. Это приведет к банкротству многих компаний. Но многие хеджированные компании, сланцы добывающие в США останутся на плаву. То есть, вот тот расчет, который ведет, пожалуй, сегодня, в чем совпадают интересы, если мы берем ОПЕК, то, о чем мы говорим в настоящее время, и Саудитово, Саудовская Аравия, и Москвы, они совпадают в том, чтобы обанкротить и как бы уничтожить, ну, значительно понизить роль сланцы добытчиков в Соединенных Штатах Америки. Это не получится. На это понадобится минимум год. Это первое, то есть, длительный процесс. И потом, многие компании, благодаря хеджированию, страховкам, которые они уже сделали, они выживают, что-то будет перекуплено. Конечно, роль этого рынка будет уменьшена, но в той войне, которая сегодня развязана, в зависимости от позиционирования и дальнейших соглашений и так далее, посмотрим, кто проиграет больше. Речь идет не о выигрыше уже. Ведь в связи с затуханием экономики мы же не забываем силу Сибири. Почему понизилась цена, скажем, на газ и все. Какая ситуация еще до коронавируса была в Китае, сейчас она будет ухудшена по-любому. Речь идет только о том, несмотря по последним данным, по тому же коронавирусу, какого будет состояния вообще экономики Китая и я уже не говорю о шелковом пути и глобальных проектах и трендах, которые были запущены, которые работают по Европе и по всему миру, в Африке и так далее. А если мы возьмем даже нашу Украину, у нас, кстати, тоже правительство очень часто говорит о диджитализации и прочие слова, которые они даже с трудом выговаривают. Наш мэр, он очень долго тренировался, чтобы сказать слово диджитализация. Вот как вы думаете, дойдет ли диджитализация до Украины? Ведь у нас объективно нету компаний, которые могли бы считаться очень сильными технологическими гигантами, чтобы даже вот обоптировать под украинский язык или под русский те сервисы, которые они производят. Я имею в виду, если брать какие-то удаленные рабочие места и прочее. То есть, насколько вот слово диджитализация и вектор на диджитализацию в мире, он коснется Украины? Этот вектор коснется и России, и Украины. Не случайно господин Мишусин в России уделяет большое внимание вектору диджитализации. И в Украине, как и на любой периферии экономической, собственно, как господин Безос делает, несмотря на действия Трампа против Китая, Илон Маск поступает в КНР, а господин Безос в Индии. Именно диджитализация, процесс оцифровывания. Точно так же это должно коснуться и всех значимых сфер. То есть, речь уже не идет о странах, которые скоро уйдут в прошлое. По сути, многие страны, это давно страны-кластеры, включая США, которые состоят, по сути, из тех, кто является держателями, основными акционерами ФРС, тех, кто является владельцами, хозяевами крупнейших финансовых домов, нового финтеха и энергоресурсов, то, о чем мы говорим. Поэтому, несомненно, это затронет Украину пока на более примитивном уровне, но вот этот уровень необходим. Мы коснулись простого тезиса или темы в нашей беседе о том, что диджитализация – это карточки, это компьютеры, это прекрасная система, вот она сейчас будет развиваться, интернет, магазины и так далее. Но мы забываем, что вместе с тем мы попадаем под систему особого контроля. И вот кто и как это будет контролировать, я в том числе в своей книге, уделяя немало внимания духовности, того, чтобы это не затронуло матрицу духовности человека, чтобы при перезапуске нашей духовности, по сути, природы, природы, которая создана, частью которой является человек в 21 веке, мы, несмотря на вот эти процессы и кто будет стоять, по сути, наверху пирамиды диджитализации, речь же идет о контроле и управлении миром. Что такое финконтроль карточки? Вот мне или кому-то заблокировали карточку, но ты не можешь там расплатиться. Что-то произошло с твоей карточкой, ты не можешь куда-то пройти или что-то выполнить. Пока это очень примитивный уровень. Потом это касается активов, многих акций, того, что сегодня находится, скажем, в тех системах, которые сегодня трансформируются. Это традиционные банки с новыми банками уже финтеха и так далее, технологии, которые вот в новейших этих системах уже занимают 70% новейшей технологии. Вот скорее всего, по данным McKinsey, это, еще раз напомню, британский центр, именно такие структуры будут составлять основу этого переходного периода. Мы переживаем переходный период, который, как я сказал, в свою точку зрения, будет не мгновенный, а длительный. Ибо обвал доллара США приведет к катастрофе и серьезным последствиям, ненужным, пожалуй, сегодня никому и недопустимым при здравом смысле. Как, по сути, началась и гонка вооружений, при которой, насколько развита и запущенная милитаризация космоса, это входит в программу, подписанную Дональдом Трампом в Соединенных Штатах Америки, уделяется большое внимание и так далее. Речь идет о нарушении договора РСМД и других, о нераспространении оружия, о том, что отсутствуют перспективы заключения новых договоров, но при этом большое внимание уделяется военно-морским силам и ракетам средней дальности и средней мощности. Опять же, мы возвращаемся к прокси-войнам, которые, как правило, показывают мои исследования, исследования, которые я провожу на протяжении ряда лет, проводятся именно в точках сосредоточения и месторожения нефти и газа и основных маршрутах и поставок. Мы вот затронули ситуацию, вы затронули Саудит, а возьмем Турцию. Россия может стоять на пороге войны с Турцией. В чем Сербор? Турция, судьба ее такова, что она мечтала быть лидером региона и хабом, через который действительно проходят из Каспийского региона. По которому отдельно работает спецотдел ЦРУ. Поставок нефти и газа. Газа, прежде всего, газопроводов. Когда он проходит через Турцию, через Черное море, почему уделяется такое колоссальное внимание именно этому региону. Вот. И таким образом мы видим, что именно энергоресурсы, вот борьба за месторождение, пути поставки этих энергоресурсов и приводит к той ситуации, в которой вы в предыдущем вопросе совершенно отметили, что порой непосвященными в детали или в истоке фундаментальной этой ситуации трудно понять, почему это происходит. Что ж, время нашей программы подошло к концу. Я думаю, все-таки, что Китай, Соединенные Штаты и Россия встретятся. Они, кстати, уже договорились по этому поводу. И вырубают какой-то новый документ, который бы тоже ограничивал наступательное вооружение, особенно в сфере ядерной безопасности. Поэтому в этой программе с нами был Владимир Матвеев, международный аналитик. Это была программа «Без протокола». С вами был я, ведущий Дмитрий Василев. До скорого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова